Здравствуйте! В эфире Азов.Инфо.Спорт в студии Александр Истомин. Впервые в Азове прошел шахматный турнир в памяти генерал-майора налоговой полиции Владимира Сенника. Владимир Петрович на протяжении всей жизни уделял большое внимание развитию спорта в нашем городе. Организаторы турнира приняли решение сделать его традиционным. Во время зимних каникул в шахматном клубе «Ладья» прошли два городских турнира. Традиционный рождественский и памяти генерала Владимира Сенника, который организаторы намерены сделать ежегодным. Ушедший год назад из жизни генерал-полиции Владимир Сенник, служа на разных должностях, постоянно поддерживал развитие спорта, в том числе шахмат. По формуле турнира принимали участие юные шахматисты. Участие из отделения шахмат детской спортивной школы номер 3, которая базируется в клубе, приняло в трех группах около 40 юных детей. Победители в старшей группе, в группе перворазрядников Саша Осипов первое место, Николаенко директор второго места и наша звездочка Полина Борскова, девочка, она заняла третье место в этой общей группе, тоже выступила очень хорошо. После детских соревнований был проведен открытый турнир для всех желающих, в котором победу одержал многократный чемпион города Александр Барсуков. Состоялся такой праздник учредителям, то есть это семье генерала, Валерию Петровичу Суркову, к одному из ближайших друзей, руководству нашей школы и шахматного отделения. Вот этот турнир решено было сделать и традиционным, и вот разыгрывать кубок генерала Сенека ежегодно. Информация об этом турнире пройдет на областном шахматном сайте и на сайте Российской шахматной федерации. Этот турнир будет направлен на обсчет Международную федерацию и он получит официальный статус. В рождественском турнире среди взрослых сильнейшим оказался Александр Барсуков. Первое место в общем турнире занял Николаенко Андрей, второе Тян Марк, третий Осипов Александр. Это среди старших юношей, среди младших юношей. Первым был Сирота Антон, вторым Иванов Лев, третьим Пацебенко Денис. И среди девушек первое место заняла Шибждой Екатерина, второе Локодав Ольга и третье Рыжикова Анастасия. Я заняла первое место среди девушек в рождественском турнире. Там такая борьба была. Последняя партия была решающая, все-таки я выиграла. Татьяна Ивашенко, Александр Истумин, Азов.Инфо Сегодня в Азове простились с одним из лучших футбольных аналитиков России Тимуром Ивановым. Тимур родился в нашем городе и на протяжении 10 лет администрировал сайт Азовской Федерации Футбола. Также работал в футбольном клубе Ростов. Ему было всего 34 года. Тимур скончался от тяжелой болезни. Проститься с талантливым азовчанином приехал тренер сборной России Сергей Балахнин. Исполнительный директор футбольного клуба Ростов Константин Дзюба и многие другие спортивные лидеры. Федерация футбола Ростовской области выражает соболезнования родным и близким Тимура Иванова. С 5 по 12 января в Сочи прошли всероссийские соревнования по парусному спорту «Зимние старты», в которых отличились юные азовские спортсмены. В классе яхт «Зум-8» лучшей среди девушек стала Анастасия Майорова. В классе яхт «420» экипаж в составе Юлии Чеховой и Анастасии Олейник занял второе место. А команда Георгия Коренькова и Николая Горяйнова третья. Бронзу завоевали также Валерия Базарова в классе яхт «Оптимист» и Илья Горбань в классе «420». Это все новости спорта на сегодня. Следите за пульсом спортивной жизни. До свидания.